Всем привет! На моем канале самые свежие и интересные новости Дома-2 раньше эфиров. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки! Сегодня Лиза Шароха сообщила, Вова признался мне в том, что потеряв меня, понял, что хочет быть только со мной, а Катя Гужинская сказала, что будет его добиваться. Лиза готовит и все едят с удовольствием, а у Кати все горит и все плюются. Лиза надевает красивое платье, а Катя на шею какой-то поводок. Лизу любит коллектив, который она вкусно кормит, а Катя является для всех дурочкой и гадким утенком. Хоть Катя и утверждает, что готова Вове дать гораздо больше и что еще не все потеряно, и даже не выезжает из комнаты, но Вова уже вплотную продумывает романтики для Шарохи, живет в мужской спальне и возвращаться Кате не собирается. Этой ночью Катя Король вывернула мусорное ведро Николасу на его постель. Этому поступку послужило его отношение к ней и его поступки в сторону отмены выходного дня у Кати. Данной ситуацией решила воспользоваться и тоже нашкодить Лиза, бывшая девушка Грека. Она разбросала одежду Николаса в мужской спальне, ее подруга Вика помогала ей в этом. После чего Николас стал обзывать и угрожать Лизе и сказал, что отомстит ей за это. И он придумал как. Николас обвинил Лизу в том, что она украла у него 30 тысяч рублей, которые якобы лежали в кармане его куртки. Напомню, что вчера на остров приехала Настя, запериметровая девушка Димы Дмитренко. Она заявила, что влюблена в него и хочет от него детей, зная его вживую всего пару дней. Рапунцель, конечно, в шоке. Она считает, что все это неискренне и собирается вывести Настю на чистую воду. Настя пока просто гостья, она не является участницей проекта Дом-2. Но тем не менее, Дима выставил все вещи Рапунцель за дверь и на ее место заселил Настю. Спать они будут на одной кровати. Сама Настя рассказала о своем приезде. Меня встретил Андрей Чуев. Приехав на остров, я увидела, как Дима сидит возле бассейна с завязанными глазами. Развязав глаза, он был в шоке видеть меня. У него было столько эмоций. Он прослезился, дрожала губа, руки. Это было показателем для меня. Не нужно слов. Мой мужчина скучал по мне и ждал меня. А Саша Гозиас продолжает флиртовать с Костей, но пока не торопится с ним заселяться и живет с Татьяной Владимировной. А Татьяна Владимировна все еще надеется попасть в Дубай, познакомиться с законной женой Чуева и вывести афериста на чистую воду. О том, может, и разводиться даже не думает, но, честно говоря, обещал весной, сообщает Татьяна Африкантова. В новой паре Тимура и Александра Харитоновой тоже кипят страсти. Когда-то Тимур сказал, что если Кристина Лисковец набьет татуировку на интимном месте с названием его музыкального проекта, то он на ней женится. Кристина приняла вызов и вчера сообщила, что набила татуировку и сильно хочет замуж. Теперь девушка требует от него выполнения условий парей. Тимур налобным сказал, что если сам увидит эту татушку, то женится на Лисковец, как и обещал. Александра Харитонова, которая проживает с Тимуром в одной комнате, пошла ва-банк и сегодня ночью переспала с ним. Саша Наина надеется, что это заставит Тимура взять назад свое мужское слово. А сама Харитонова сегодня сообщила, я не думала, что попаду в самую гущу событий, не ожидала, что будет столько боли за эти несколько дней. Вот так меня встретил Дом-2. А как будут развиваться дальше события, скоро узнаем. шлок.ру Новости и слухи проекта Дом-2 Подписывайтесь на мой канал, смотреть и слушать тоже интересно. Субтитры создавал DimaTorzok